Санитарная тема, или вы зачем в бомбардировщик залезли? Действительно, а зачем вы в бомбардировщик залезли? Лететь выполнять боевую задачу или оправлять физиологические потребности? Да, обычно это размещалось в хвосте. Подальше от экипажа. Понятно, что первое, но иной раз без второго никак. Если говорить о фронтовых пикировщиках и штурмовиках, так там действительно проще ничем организм не нагружать, потому как, пикируя на изрыгающие потоки свинца в твою тушку зенитки, можно все что угодно самопроизвольно сотворить. Другое дело дальняя авиация. Там все попристойнее будет. Забрались на 10 тысяч метров и валим. Час, два, три. То ли заберутся истребители противника на такую высоту, то ли нет. А у нас и свои есть, если что. Да и стволы на самолетах никто не отменял. Но самое главное, когда лететь всего-то 4-5 тысяч километров, то хочешь не хочешь, а придется подумать над вопросами физиологии. Очень часто эксперты критиковали советские ИЛ-4 и П-8 за то, что там не было туалетов. С одной стороны, да, не было. Это правда. С другой стороны, практика использования ИЛ-4, несложно проверить по многочисленным мемуарам. В качестве дальнего бомбардировщика сводилась к единичным случаям типа налетов на Берлин, коих было всего 9, те которые имели скорее психологический эффект. В основном же ИЛ-4 работали как обычные бомбардировщики, а основная часть использовалась в качестве торпедоносцев. Вот у торпедоносцев были длительные полеты, но о них чуть ниже. П-8 выглядел более достойно в качестве дальнего бомбардировщика, но увы, как таковой тоже не использовался. Кроме налетов на Берлин в 1941 году, еще были бомбежки Кенигсберга в 1943 и Хельсинки в 1944. Неудивительно, что меховые комбинезоны, шерстяное белье и так далее. И ведро в хвосте самолета в качестве унитаза. Можно было вообще не придумывать ничего, все и так замерзало. Главное вообще умудриться совершить это непростое действие. Говорят, у Молотова во время его полета на П-8 в Америку сохранились воспоминания на всю оставшуюся жизнь. А вот у американцев. А что, собственно, у американцев? Как говорят эксперты, у американцев все было просто роскошно. Ну, как положено продвинутый в техническом плане стране. Так что американские экипажи пользовались. В общем, у них было вот что от фирмы. Элсон. Элсон. В общем, очень похоже на ведро из хвоста П-8, но с присобаченным сидением. А вот и нет. Это фактически один из первых биотуалетов, поскольку это не только емкость для хранения отходов. Это еще и устройство для нейтрализации запаха путем размещения в поддоне неких капсул. То есть фактически пахло и отходами жизнедеятельности, и капсулами с веселым запахом малины. Напомним, в 40-е годы химия была не та, что сегодня. Оно и сегодня зачастую запахи побеждает. А уж тогда и вообще не говорим. Кроме того, был еще такой нюанс. Для быстроты обслуживания самолета на земле эти малиновые капсулы не давали замерзать содержимым у этого устройства. Понятно, что на высоте 10 тысяч метров все замерзнет не просто благополучно, а в камень. Самолет сел, надо менять контейнер, а там все примерзло вместе с контейнером. Понятно, что самолет сейчас и самолет тогда это разные вещи. Если почитать сегодня отзывы пассажиров авиалиний, так для некоторых в тепле, без мехового комбинезона проблема попасть. А уж тогда, да еще в условиях болтанки. Я не знаю, что лучше, но ради смеха могу представить себе ситуацию. Строй самолетов на высоте идет к цели. Снизу начинает работать ПВО немцев. На 10 километров снаряд, пусть и не очень эффективно, закидывала даже флаг 37, то есть 88 мм зенитка. Что говорить о более серьезных 105 мм и 128 мм. Плюс наведение по локатору Вюрцбург, который определял высоту вполне прилично. Самолет ложится на крыло, уходя из обстреливаемого сектора. И тут, над Берлином, все, что было накоплено устройством Эльсан, с зловещим бульканием изливается на пол самолета. Вот так было нереально. Во благо и с книжкой, понятно, что снимок сделан на земле. В воздухе все это выглядело несколько иначе. Тем более, что можно было попасть вообще в пикантную ситуацию. Это когда самолет начинал маневр в то время, как вы сидите на Эльсане. После 4-5 часов полета в экипаже из 10 человек, в качестве примера взятая 17, содержимое устройства запросто могло не только слегка вас и намочить, но и пролиться, а ужас, на ваш меховой комбинезон. Перспектива провести весь обратный путь, еще 4-5 часов, в комбинезоне, который пахнет как. Наверное, стоит задуматься, что лучше. Японцы, например, задумались, и в их исполнении это выглядело как некое аэродинамическое устройство с вытяжкой всего попадающего наружу. Им каким-то образом удалось решить главную проблему замерзания. Наши решать проблему не стали, а при необходимости замерзшее ведро можно было просто выкинуть над территорией, занятой противником. Кстати, тем же грешили и американцы с англичанами. Да, англичане в своих Виллингтонах и Ланкастерах тоже использовали американские чудо-устройства, но если верить свидетельствам тех, кто пользовались этими эльсанами, то проще было отправляться в полет максимально пустыми в физиологическом плане. Пилотам было еще хуже. Самолеты того времени не были оборудованы такими автопилотами, как их современные коллеги. Поэтому пилот обязан был проводить все время за штурвалом. А про истребители дальнего действия приходится просто молчать. Потому истребители дальнего действия и бомбардировщики в пилотской кабине были оборудованы уренал, тьюб или писсуаром. Покрышкин в Иране был удивлен наличием трубочки с воронкой в кабине «Аэрокобры», поскольку для наших ВВС такие полеты были несвойственны. А «Кобра» планировалась именно как истребитель сопровождения, поэтому несколько часов полета для пилота Р-39 это нормально. Японцы, чьи истребители проводили в воздухе по 6-7 часов, решали свои проблемы примерно так же. В целом же во время войны кто-то уделял внимание физиологическим проблемам, а кто-то нет. В любом случае, в самолеты экипаж садился для того, чтобы выполнять боевую задачу. Конечно, для этого стоило создать хотя бы минимальное удобство. Но приводить такие примеры как доказательство отсталости советских самолетов. Да, наш авиапрам в некоторых позициях не блистал совершенно. Но данный вопрос я поднял именно потому, что в некоторых публикациях несколько раз прочитал о несовершенстве советских самолетов, так как в них не было туалетов. Ну, кто зачем в бомбардировщик садился, если так уж? А насколько прекрасны были заокеанские творения Эльсона, судите сами. Субтитры создавал DimaTorzok